На предыдущем занятии мы в целом говорили о JavaScript и способах его подключения к HTML-документу. И делали это либо через внешний файл, вот так как это сейчас вот записано, либо писали программы непосредственно внутри тега script. Для этого нужно вот этот вот атрибут убрать, это обязательно, и вот здесь тоже писать какую-либо программу. В рамках наших занятий вы можете поступать и так, и так. Но я все буду писать вот в этом внешнем файле, который затем вот здесь вот у меня будет подключаться. Вот таким вот образом. Затем мы выполняли этот HTML-документ. Что для этого нужно? Во-первых, открыть его во вкладке браузера, далее обновить страницу, вот так вот, или в браузере Opera это клавиш F5, и открыть консоль. Консоль можно открыть двумя способами. В браузере Opera это комбинация клавиш Ctrl-Shift-I, открывает сразу консоль, либо можно сделать так. Нажимаем правую клавишу, выбираем посмотреть код элемента, и вот здесь выбираем консоль. Все, консоль у нас открыта. И уже вот в этой консоли мы видим результат работы программы на JavaScript. Теперь перейдем непосредственно к программе. Правилом хорошего тона среди программистов считается написание понятного текста программы не только разработчику, но и всем другим членам команды. И первое, что для этого нужно делать, это, конечно же, писать комментарии. Уместные и понятные. Что такое комментарии? Это произвольный текст, который видит программист, но игнорируется при компиляции. В самом простом случае комментарий ставится с почв двух вот таких вот слэшей. И дальше идет какой-либо текст. Например, это моя первая программа. Причем, обратите внимание, Sublime Text нам сразу серым отмечает комментарии. То есть мы видим, что вот эта строчка – это комментарий, а вот эти вот две строчки – это уже программа на JavaScript. Это очень удобно. Если же мы хотим поставить многострочный комментарий, то это делается так. Ставим символ слэш звездочка, ну и дальше идут строчки комментария. Когда он заканчивается, то мы ставим такой символ – звездочка слэш. Все, вот таким вот образом мы можем делать комментарии в нашей программе. Также часто комментарии используются при откладке скриптов, когда часть кода помещают в эти самые комментарии. Например, вот так вот. И теперь в нашей программе вот эта вот строчка будет игнорировать с компилятором JavaScript. То есть останется только вот эта вот одна конструкция. И теперь при обновлении нашего HTML-документа мы в консоли ничего не увидим. Потому что вот эта вот строка не выполняется. Это очень удобно. То есть с помощью комментариев можно отключать какую-либо команду в нашей программе. Если убрать комментарий и обновить HTML-документ, то в консоли мы снова увидим вот этот тот вывод. Начиная со стандарта ES6 от 2015 года, JavaScript заметно изменился. И современным браузерам теперь приходится учитывать, как старый код, написанный по стандарту ES5 и ниже, и новый код, написанный по стандарту ES6 и выше. Если вы пишете программу по новым стандартам, то лучше явно сообщить об этом браузеру, чтобы его JavaScript-машина переключилась в этот современный режим работы. Это делается с помощью директивы UserStrict. Она может быть записана как в двойных кавычках, так и в динарных. И обратите внимание, что эта директива должна идти первой. Если до нее написать какую-либо команду на JavaScript, то строгий режим не включится. Допускается перед этой директивой писать только комментарии. Запишем нашу директиву, и после нее еще лучше поставить точку с запятой. Иначе в некоторых, очень редких случаях, это может привести к некоторым проблемам. Я рекомендую всегда использовать эту директиву и программировать в стандарте ES6+. Во всех наших занятиях я буду исходить из того, что эта директива включена. Если ранее вы не изучали никакой язык программирования, то следующая информация будет для вас полезной. Давайте ответим на вопрос, что в целом умеет делать программы на компьютере. На самом деле не так уж и много. Они могут либо хранить данные в каких-либо переменах, выполнять арифметические операции, проверять условия, ну и организовывать циклы. И по большому счету вот это вот все. Да, все многообразие программ – это комбинации таких простых операций. И изучать язык программирования следует с этих элементов. И начнем с самого начала. С описания переменах в JavaScript. В новых стандартах переменные задаются с помощью ключевого слова лет. Далее идет имя переменной, и через пробел мы можем сразу ей присвоить какое-либо значение. Как объявлялись переменные в старых стандартах, я здесь говорить не буду, так как лучше сразу учиться современным уклоном. Итак, в самом простом случае объявить переменную можно так. Например, let message. И здесь вот это вот message – это имя переменной. И ей ничего не присваивается. Почему имя переменной называется именно message, а не как-то по-другому? Да в общем-то не почему. Просто такое имя мне пришло в голову. Ее можно было бы назвать и иначе. Например, message, или a, или str, или еще как-то. То есть имена переменных мы придумываем сами. Здесь важно лишь следовать правилам задания таких имен. Правило очень простое. В качестве первого символа можно использовать либо символы латиницы от a до z малые, или большие, или символ подчеркивания и символ доллара. В качестве второго и последующих символов могут выступать еще и цифры. Конечно, современный браузер позволяет писать имена переменах в кириллице или на других каких-то языках. Но делать так не рекомендуется. Потому что если скрипт будет запускаться на браузере, где не установлен соответствующий языковой пакет, то, соответственно, кириллиц превратится в какую-нибудь абракадабру, и программа просто не будет работать. Поэтому все лучше писать с использованием латинских символов. Но давайте приведем примеры правильных и неправильных имен переменных. Вот здесь вот у нас правильные отображены. То есть вот так вот можно писать, например, var, подчеркивание i, подчеркивание a, доллар один, два подчеркивания message, ну и так далее. А вот такие имена писать нельзя. Например, вот почему это нельзя? Потому что здесь идет единица первой. Первой цифрой идти не может. Далее, вот такой символ собачка, она недопустима в именах переменах. Затем вот здесь тоже единица, эта цифра, она не может идти первой. В названии don't вот эта вот апострофа писать нельзя. Далее, вот этот символ sharp, он недопустим в имени переменной. Ну, далее email тоже вот так писать нельзя, потому что здесь символ собачка используется. И точка, точку тоже нельзя использовать в именах переменных. Ну, а здесь a-b, вот этот дефис, тоже нельзя писать в имени переменной. То есть, правильные имена переменных записаны вот по этим двум правилам. Если мы их используем, то у нас получаются правильные имена. Причем, обратите внимание, вот переменные arc записаны большими буквами, и переменные arc записаны малыми буквами. Это два совершенно разных имени переменных. То есть, JavaScript различает регистр символов. То есть, вот эта вот малая буква a и большая буква a, это два совершенно разных символа. Вот это тоже следует учитывать. И последнее, имена переменных должны отражать смысл хранимых данных и являться существительными. То есть, отвечать на вопрос, кто что. Например, если переменная хранит email адрес, то так ее и стоит назвать. Email. Если она хранит какой-либо цвет, то можно ее назвать как Color. Или, сокращенно, CLR. И так далее. Здесь главное помнить, что вашу программу, возможно, будут читать и другие программисты из вашей команды. Им должно быть все предельно ясно, что за переменные и какую роль она играет в скрипте. Ну хорошо, с именами переменных разобрались. Следующий важный момент – это вот эта точка с запятой. Строго говоря, в JavaScript эту точку с запятой прописывать необязательно. Например, можно делать так. Вот мы здесь вот прописали переменную, а дальше выводим ее просто в консоль. В этом случае интерпретатор JavaScript автоматически добавит точку с запятой после каждой конструкции. Но только в том случае, если они идут с новой строчки. Если написать все в одну строчку вот так вот, то это работать уже не будет. Но если они записаны каждой из своей строчки, то здесь все будет корректно. Но записывать программы без точки с запятых – это порочная практика. И потенциальный источник возможных ошибок. Дело в том, что интерпретатор не всегда корректно определяет места их размещения. Поэтому рекомендуется ставить точки с запятой после каждой конструкции языка. Именно так я буду делать в наших занятиях. Ну, с основными моментами определились. Давайте теперь выведем значение нашей переменной CLR в консоль. Для этого вот здесь вот записана вот такая вот конструкция console.log И в круглых скобках мы указываем ту переменную, которую выводим. Вот такую вот команду пока просто запомните. И имейте в виду, что вот такая вот конструкция console.log позволяет выводить что-либо в консоль. Мы ей часто будем пользоваться на наших занятиях. Итак, обновляем нашу страницу. Нажимаю F5. И мы видим здесь значение undefined. И это логично. Так как в JavaScript любая переменная, которой не было присвоено какого-либо значения, принимает значение undefined. Присвоимые значения. Например, так. Hello. Теперь при обновлении нашего документа мы видим здесь значение не undefined, а hello. Причем стройки в JavaScript можно записывать тремя способами. Вот это вот первый способ. Второй способ вместо двойных кавычек ставить одинарные кавычки. И третий писать все вот в таких вот наклонных апострофах. Вот об особенностях вот этого последнего способа мы поговорим немножко позже. Но все это одна и та же строка. Или же переменную можно объявить так. Допустим переменную message. И на следующей строчке мы уже присвоим ей какое-либо значение. И далее выведем в консоль эту переменную. Теперь при обновлении нашего HTML документа мы увидим строку hello. Обратите внимание, что вот здесь вот я второй раз не пишу ключевое слово лет. Оно указывается один раз при объявлении переменной. А затем в программе мы используем эту переменную по ее имени. Далее. Равно здесь это оператор присваивания, который присваивает операнду слева, вот этому вот операнду слева, то, что стоит справа. То есть в данном случае строку. Если нам требуется в программе задать сразу несколько переменных, то это можно сделать так. Мы записываем каждую переменную через запятую. Например, user мы присваиваем значение Alex. age возраст присваиваем число 25. Ну и переменная email, которая содержит какой-то email адрес. Или допускается делать так. Каждая переменная записывается с новой строки. Вот так вот. Иногда это бывает более понятней и наглядней. То есть можно делать и так, и так, в зависимости от удобства программиста. На скорость работы программы это никак не влияет. Главное здесь учитывать, чтобы имена переменных были уникальными. То есть нельзя объявлять переменную с одним и тем же именем. Вот допустим мы вот объявим вот еще одну переменную h. Вот здесь вот вместо email. И запустим нашу программу. Мы видим синтаксическую ошибку, что у нас идентификатор h уже был объявлен. То есть объявлять две переменные с одним и тем же именем нельзя. Вернем имя переменная email. Опять запустим программу. И видим, что теперь все работает корректно. Далее. Если мы теперь хотим изменить значение какой-либо переменной, это делается так. Например, h присвоит значение 17. Теперь оно уже принимает значение не 25, а 17. То есть вот таким вот образом мы изменили значение переменной. И теперь если мы обновим наш html документ, то вот здесь вот в консоли увидим уже значение 17. Или то же самое с переменной email. Мы можем ей присвоить, например, вот такое вот значение. Обновляем html документ и видим, что эта переменная принимает уже другое значение. Мы даже можем им присвоить такие значения. Переменная h вот такая вот строка, а переменная email будет принимать значение 0. Теперь при обновлении html документа мы в консоли видим значение 0. А если выведем h, то, соответственно, строчку «возраст 17 лет». Обратите внимание, вот здесь перемены h, которые ранее содержало число, теперь хранят строку. А перемены email, которые, наоборот, содержало строку, теперь содержат число. Это возможно, так как JavaScript относится к языкам программирования со слабой типизацией. В отличие приорота языков C++, Яо, Pascal и другим подобным. Здесь, во-первых, при объявлении переменах не указывается их тип. А во-вторых, перемены можно присваивать самые разные данные. Далее мы можем сделать даже вот так вот. Перемены email присвоить значение h. И далее, если мы в консоли выведем email, то увидим возраст 17 лет. То есть ничего измениться не должно. Обновляем, да, видим ту же самую строчку. То есть в этом случае в переменную email была скопирована строчка, которая содержалась во перемене h. Если в программе требуется создать неизменяемую переменную, то есть константу, то это делается с помощью ключевого слова const, за которым идет имя константа и ей присваивается какое-либо значение. Например, это можно сделать так. Вот здесь мы создаем константу pi. Прописываем ключевое слово const. Далее имя константа pi. И сразу присылаем ей какое-либо значение. Далее мы можем вывести значение константа в консоль. Да, у нас получается 3, 14, 15. И в чем отличие константа от переменной? Дело в том, что если мы теперь вот здесь захотим изменить цвет константу, то в консоли увидим вот такую вот ошибку. То, что вот эта вот константа pi не может быть изменена. Вот это вот ключевое отличие константа от переменной. Переменные можно изменять, а константы задаются только один раз и потом уже меняться не могут. Обычно в скриптах имена констант записываются заглавными буквами. Это помогает программисту, во-первых, лучше их видеть в тексте программы, и, во-вторых, понимать, что это константа, а не переменная. Вот мы с вами в целом узнали, что такое переменные и константы в Яваскрипт. На следующем занятии продолжим эту тему и узнаем, какие типы данных существуют в этом языке программирования.